Вот такой потрясающий торт с выраженным вкусом. Кофе, эспрессо и шоколад мы сегодня с вами приготовили. Это очень вкусный и ароматный торт. Мы с вами готовим торты на домашней кухне. Если вы хотите познать все тонкости приготовления тортов, я советую прислушаться к рекомендациям профессионалов. Последнее время я все чаще вижу комментарии с вопросами о кондитерских изделиях. Выпечка, тортики, капкейки и многие другие. И это неудивительно, потому что печь такую красоту дома хотят многие. Но, как правило, по обычным рецептам в интернете мало что получается. Ведь это процесс, в котором много тонкостей. И самое главное, на мой взгляд, это помощь от профессионала. Вы только представьте, что у вас есть человек, который может ответить на все ваши вопросы и разобрать ваши ошибки прямо в режиме онлайн. Я долго искала подходящие мастер-классы и обучение и нашла, пожалуй, самый лучший из них. Это бесплатный мастер-класс от Полины Филимоновой. Если вы тоже хотите радовать своих близких потрясающими десертами и даже начать печь на заказ, то этот мастер-класс точно для вас. На нем вы узнаете, как начать готовить более 35 видов десертов на своей кухне, как печь на заказ и даже зарабатывать на этом. И еще многое-многое другое. А вот некоторые работы учеников Полины. Не правда ли потрясающие десерты? Полина кондитер и основатель самой большой кондитерской онлайн-школы в Европе. Через ее обучение прошли более 40 тысяч учеников. А десерты получаются с первого раза. Даже у тех, кто ни разу не подходил к духовке. И все это благодаря чем-то 7-летнему опыту Полины. Ну а теперь переходим к нашему рецепту. Поехали! Всем привет! С вами Домашняя Кулинария. И сегодня мы приготовим один из моих любимых рецептов торта. Это торт эспрессо, в состав которого входят мои любимые кофе и шоколад. Мы приготовим шоколадный бисквит с добавлением кофе эспрессо. Для этого нам понадобится... Мы сначала смешаем сухие ингредиенты. Вот у нас сюда я добавляю 2 столовые ложки какао. Все это хорошенько перемешаю. Сюда же я добавлю 1 чайную ложку пищевой соды и 1 чайную ложку разрыхлителя. Перемешали сухие ингредиенты и начинаем взбивать яйца. Яйца мы будем взбивать с сахаром. Для начала нам надо будет хорошенько посолить, чтобы яйца хорошо взбивались. Будем взбивать 3 яйца и 250 грамм сахара. До воздушной массы огнем должен увеличиться в 2-2,5 раза. Если вы хотите взбить это быстро, для этого надо будет белки отделить от желтков. Белки взбить с сахаром, после чего в процессе взбивания по одному добавляйте желтки. Я буду взбивать сразу и белки, и желтки с сахаром. До такого состояния мы взбиваем яйца с сахаром. Появляются на поверхности такие вот пузырьки. И теперь я добавляю сюда 200 миллилитров молока и продолжаю взбивать. Ну а теперь добавим 50 миллилитров масла. У меня растопленное сливочное масло. Вы можете добавить растительное масло и продолжу взбивать. Ну и в самом конце вот у меня 200 миллилитровый стакан. Я добавляю 180 миллилитров кофе эспрессо. Я завариваю крепкое кофе, 1 стакан воды, 4-5 чайных ложек кофе. Сахар добавляем по вкусу, можно заваривать без сахара. И продолжу взбивать. Ну а теперь в полученной массе мы добавляем сухие ингредиенты и продолжаем взбивать. Добавляем постепенно. Сначала перемешиваем, чтобы вся мука не разлетелась по всей кухне. И начинаем. И в самом конце добавляем ванилию. Вот такое тесто у нас получилось. А теперь я убираю миксер и будем выпекать торт. Для этого я взяла противень размером 26 на 35 сантиметров. Можно приготовить отдельно 2 коржа. А можно сразу испечь 1 корж и разделить его пополам. Ну вот так вот выкладываем наше тесто в кондитерскую форму, которую я предварительно смазала растительным маслом и постелила пекурскую бумагу. Равномерно распределяем тесто по всей форме. И выпекаем в духовке при температуре 180 градусов 30-35 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Проверяем готовность бисквита на деревянную шпажку и она должна быть сухой. А теперь я отправляю в духовку, а потом покажу, что у нас получилось. 35 минут понадобилось моей духовке, чтобы приготовить вот такой бесподобный бисквит. Проверяем его на деревянную шпажку или зубочистку и она должна быть абсолютно сухой. Оставим наш бисквит, чтобы он остыл, а за это время мы приготовим крем. Крем у нас очень простой, при этом очень вкусный. Ну а для крема нам понадобится 1 банка сгущённого молока. Это 380 граммов, 300 миллилитров сливок и 2 столовые ложки какао. Сюда же добавляю 2 столовые ложки какао. Все это должна хорошо перемешать. Ну вот так мы перемешали. Ну а теперь взбиваем 300 миллилитров сливок. Ну вот до такого состояния, до такого кремообразного состояния взбиваем сливки. А теперь сливки добавляем в сгущённое молоко с какао. Сливки добавляем в сгущённое молоко с какао. Ну и все это хорошенько взбиваем. Ну вот посмотрите какой шикарный крем у нас сегодня с вами получился. А теперь мы начнем собирать наш торт. Вот наш бисквит. Я отрезала края для того, чтобы оформить наш торт бисквитной крошкой. Традиционно этот торт оформляет шоколадной стружкой. Сегодня мы его оформим бисквитной крошкой. И вот таким вот ножиком я делю наш корж пополам. А теперь посмотрите как выпекается наш корж. Вот таким вот пористым он у нас получается. В качестве пропитки у меня кофе на 100 миллилитров воды мы берем 2 чайные ложки кофе. Вот так вот пропитываем наш корж. И второй корж мы также должны будем пропитать кофейной пропиткой. Можно эту пропитку готовить не на основе воды, а на основе сгущённого молока. Ну а теперь крем делим на две части. На первый корж выкладываем первую половину крема и размазываем равномерно по всей поверхности кожи. Ну а теперь сверху помещаем наш второй корж. Ну и оставшимся кремом смажем верх и бока торта. Вот посмотрите какая бисквитная крошка у нас получилась. И этой крошкой мы оформим бока и вверх нашего торта. Сверху можно также шоколадной глазурью или просто настрогать шоколад и оформить шоколадной стружкой. Вот такой вот торт у нас сегодня получился. Я надеюсь вам понравится наш рецепт и вы будете его готовить. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, звоните в колокольчик, делитесь в соцсетях. Всегда ваше, всегда с вами Домашняя Кулинария. Пока!